Всем здравствуйте! Мы очень рады видеть вас на нашем канале. И сегодня мы вместе с вами будем печь вот такие вот красивые, ароматные и очень аппетитные чесночные булочки со вкусной начинкой. У нас на канале уже есть один вариант приготовления чесночных булочек, но эти булочки готовятся совсем иначе. Кому интересно, оставайтесь с нами и давайте будем готовить вместе. Давайте посмотрим, из чего я буду печь сегодня наши чесночные булочки. Нам понадобится 250 мл теплого молока, чайная ложка сухих дрожжей, столовая ложка сахара, пол чайной ложки соли, 30 г сливочного масла и 400 г просеянной муки. Для начинки нам понадобится небольшой кусочек твердого сыра, несколько зубчиков чеснока, небольшой пучок укропа и мягкое сливочное масло грамм 50-60. В миску отправляем теплое молоко, растопленное сливочное масло, сахар и соль. Все это смешаем. Сюда же отправляем чайную ложку сухих дрожжей. Снова все перемешиваем. Постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Сначала вымешиваем ложкой, когда станет трудно мешать, перейдем к замесу теста руками. Стол я слегка присыпаю мукой и вымешиваю мягкое, нетугое тесто. Если есть необходимость, то добавляйте еще чуть-чуть муки. Вот такое тесто у меня получилось. Посмотрите, оно достаточно мягкое. Много муки не добавляйте, чтобы булочки не получились жесткими. Я добавила еще буквально грамм 20-30, когда вымешивала тесто. Далее, миску я смазала растительным маслом. Отправляю сюда тесто. Тесто тоже сверху я слегка смажу растительным маслом, чтобы оно у нас не подсыхало. Миску с тестом я накрываю полотенцем, отправляю ее в теплое место. Тесто у нас должно увеличиться в объеме вдвое. Итак, прошел один час, тесто у меня отлично поднялось. Теперь я его слегка обомну. Далее я поделю тесто на 12 примерно равных частей. Противень я смазала сливочным маслом и слегка присыпала мукой. Далее, из каждого кусочка теста нам необходимо сформировать булочку. Для этого я беру кусочек теста и вот таким вот образом его подкатываю, чтобы получился ровный, аккуратный шарик. Подкатали и затем снизу защипываем. Булочки накрываем полотенцем и дадим подойти еще один раз. Оставляем примерно на 30 минут, тем временем займемся приготовлением начинки. Сыр я уже потерла на мелкой терке и далее нам необходимо порубить зелень ножом. Выдавим сюда чеснок. Добавим мягкое сливочное масло и все тщательно перемешаем. Прошло 30 минут, открываем наши булочки. Для смазки булочек я беру одно яйцо, добавляю где-то столовую ложку молока, и все это хорошенько размешаю. Берем острый нож и в центре булочек делаем глубокий надрез. Далее заполняем булочки начинкой. Слегка раздвигаем в разрез и закладываем туда нашу масляно-чесночно-сырную начинку. Всю эту красоту смазываем сболтанным яйцом. Духовку тем временем разогреваем до 180 градусов. Будем выпекать примерно 15-20 минут до того, как наши булочки хорошо подрумянятся. Вот такие красивые, аппетитные, ароматные чесночные булочки у меня получились. Я дам им немного остыть, затем буду снимать с противня и подавать к столу. Вот такая вкуснятина у нас с вами сегодня получилась. Такие булочки отлично подходят к первым блюдам вместо хлеба. Ну и вообще они очень вкусны даже просто с чаем. Поэтому пеките, пробуйте, радуйте себя, своих близких вкусной домашней выпечкой. Самое главное, готовьте с душой, с удовольствием, и тогда у вас обязательно все получится. Всем огромное спасибо, что вы смотрите наш канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. И до скорых видео встреч!